Добрый день! Зачем нужна велодежда? Зачем тратить немало деньги на велодежду, если можно надеть то, что есть под рукой? Ответ на этот вопрос один. Чтобы комфортно и уверенно чувствовать себя на байке, ведь велодежда, кроме этого, имеет специальные покрой и является еще высокотехнологичной. Во время гонок, которые могут длиться несколько часов, спортсмены интенсивно крутят педали и теряют, при этом, много энергии. При этом важно не перегреться и сохранять кожу сухой. Для этого влага должна быстро отводиться от тела и не менее быстро испаряться, охлаждая спортсмены. Отсюда вывод. Ткань для велодежды должна сочетать тонкие и толстые волокна и иметь ячеистую поверхность. Это работает следующим образом. Тонкие волокна создают капилляры, высасывающие воду с поверхности тела и множество ячеек, сплетенных из волокр различной толщины, имеют большую поверхность испарения. Сами же волокна не должны впитывать воду при намокании и должны быстро высыхать. Тонкие ткани можно сделать только из современных синтетических материалов. Для особо жаркой погоды веломайки делают из тонкой синтетической сеточки. Нему важную роль играет покрой велоодежды. Одежда для фрирайда, байкер-кросса и велотуризма имеют свободный крой. Одежда для кросс-кантри, шоссейных гонок или трека не должна быть слишком свободной и безразмерной. Парусить при езде. Из-за этого возрастает сопротивление воздуха. А если между тканью и телом весь воздушный зазор, то капилляры пот не отводят и не испаряют. В идеале велоформа должна быть в облипочку. Велотрусы могут быть разной длины. Короткие, кашорты, средние до колена или длинные. Их шьют из нескольких клиньев. От 4 до 8. Чем клиньев больше, тем комфортнее велотрусы. Но и стоят они соответственно дороже. Очень часто велотрусы снабжаются мягкой подкладкой. Так называемым памперсом. У памперса есть две главные задачи. Отведение пота и предотвращение потертостей. Памперс пропитывает бактерицидными веществами или использует антибактериальное волокно для улучшения гигиенических свойств. При этом велотрусы с памперсами надо стирать как можно чаще. Памперсы бывают толстые, тонкие, мужские, женские, различные формы и для разного стиля катания. Еще одно правило. Нижнее белье под памперсы одевать нельзя. Для более комфортного. Для большего комфорта пояс велотрусов делают широким и мягким. Еще комфортнее вам будет, если велоштаны пошиты в виде полукабинезона и снабжены лямками. Вела одежда предусматривает даже изменение погоды. Например, на случай похолодания можно взять с собой отдельно эластичные рукава и станины и одевать по мере необходимости. Держать их можно вместе с другими мелочами в задних карманах, в веломайке, коих делают обычно от 1 до 3. В экстремальных видах, таких как байкер, кросс, скоростной спуск или дерт, обычно нет такой интенсивной и длительной физической нагрузки, как в кросс-кантри или шоссейных гонках. Но зато есть большая опасность получить травму. Поэтому такая велодежда, так же как и родоначальница мотокроссовая одежда, должна быть очень совместимой с защитой. Веломайки с длинными рукавами и длинные велоштаны могут иметь налокотники, наколенники. Кроме того, они должны быть достаточно просторными, чтобы надевать их поверх защиты. Особо нагруженные места имеют усиление из кевлара. Для подвижности и обеспечения амплитуды движения делаются вставки из эластичных материалов. Чтобы повысить безопасность при падениях, имеются специальные пластиковые элементы. Для многодневных велопоходов одежда стоит подбирать так, чтобы избежать частых стирок и быть готовым к долговременному ухудшению погоды и дождя. Если погода портится, дует холодный ветер, то тогда полезно иметь ветровку из тонкой, но плотной ткани, например нейлона или микрофибры. Если пойдет дождь, то от промокания спасет легкая куртка однослойной мембраной и вентиляцией под рукавами, которая поможет интенсивно крутить педали и не перегреваться. Очень удобно использовать куртку-трансформер с отстегивающими рукавами на молнии, капюшоном, встроенными воротник, утепляющими жилетом из флиса и интегрированные в рукава варежками от дождя. Еще одна очень полезная вещь – велоперчатки. Они защищают ладони от мозолей и потертостей, позволяют уверенно держаться за ручки на руле и не опасаться, что руки соскользнут, когда станет жарко, благодаря цепким материалам на нижней поверхности. Под ладонями обычно подкладывается мягкий материал или гелевые вставки, которые смягчают удары, толчки и вибрацию. С тыльной стороны располагается легкая ткань, способствующая вентиляции и нередко махровые вставки для вытирания пота. Многие модели имеют светоотражающие полосы, которые хорошо видны ночью. Перчатки хорошо предохраняют руки при падении и близком знакомстве с асфальтобетоном. Летом для кросс-кантри и туризма используют легкие велоперчатки с укороченными пальцами, а при похолодании и дожде предпочтительны перчатки с длинными пальцами, утепленные или с неопреном. Но наилучшую защиту от дождя и холодного ветра дают перчатки с мембраной. И будете ли вы кататься в велодежде или без нее, я желаю вам приятного пути. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.